Очертания этого шатра напоминают стадион Самара-Арена, а внутри шаг за шагом воссоздана история города на Волге, от его основания до современности. Самара никогда не осаждали на земле и в лесах. Много раз именно она становилась ареной важнейшей сражения народных постами и гражданской войны. Самара находится в самом сердце России, но часто мешает судьбой или государством. На огромном экране фильм о том, чем Самара гордится по праву, достижения науки, промышленности, уникальная архитектура, исторические личности и события. Дополняет мультимедийную выставку экспонаты, напечатанные на 3D-принтере. Это знаковые для города символы. Первым гостем выставки стал глава Самары Олег Фурсов. Это все в Самаре, да. Эта часть делала лаборатория Политехнического университета. Студенты, они представили грант в области молодежной политики, и эта идея пошла от их идеи. Свет, звук, видео и текст окружают со всех сторон. При этом информация будет понятна каждому. Узнать интересные факты о Самаре смогут и иностранные гости. Весь текст выставки написан на двух языках – русском и английском. Организаторы позаботились даже о слабовидящих людях. Для них есть вот такие устройства – это электронная лупа. Наводим ее на текст, фокусируемся, и лупа покажет то, что глаз увидеть не может. Даже коренные самарцы удивляются, сколько всего не знали о родном городе. Я узнала, почему ладья у нас стоит на набережной, узнала, почему именно символ коза у нас. Вот здесь ребята рассказывают. И здорово, что мы сейчас дошли, и сразу несколько человек подбежали. Начали, ну там, давайте мы вам проведем экскурсию. Вообще очень здорово. Действительно, на входе гостей встречают волонтеры-экскурсоводы. Они прошли интенсивную подготовку по краеведению и готовы ответить на любой вопрос. Было три занятия по четыре с половиной часа. Плюс еще было одно занятие по иностранному языку, так как мы все волонтеры должны были иметь базовый английский язык, проходили занятия с иностранцем. Рассказывали ему о нашем городе сами на английском языке. Шатер с выставкой «Самара-2018» будет находиться на Мустрюковской поляне во время форума Иволга и Грушинского фестиваля. После она переедет на набережную Самары около бассейна ЦСКА ВВС. Считаю, что это очень хороший такой шаг в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, в рамках продвижения имиджа Самары на, скажем так, всероссийском уровне. И уверен, что он вызовет неподдельный интерес и как самарчан, так и приезжих гостей. Во время своего визита на Иволгу глава Самары прошел по лагерю, посетил инклюзивный городок и встретился с участниками и руководителями форума. Самары не докучают? Да пусть они пили, что? Не много. Валерия Макарова, Константин Головин. События.